Молодежные новости на телеканале Утрар выходят при поддержке Высшего педагогического колледжа Шумкент. Приветствую всех наших телезрителей в эфире программа «На самом деле» и с вами Елена Карпенко. Сегодня у нас в гостях волонтер года по версии ООН и его детского фонда ЮНИСЕФ, модельер шумкентская принцесса Диана Надежда Лукьянова. Здравствуйте. Огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Прекрасно выглядите, чувствуется сразу весеннее настроение. Как ваши дела? Благодарю, Елена, в первую очередь за приглашение, за комплимент. Весна чувствуется, да, и хочется ей соответствовать. Я вот, насколько знаю, у вас очень много хобби, да, вы разносторонний человек, и расскажите вот сегодня подробнее о вот этих прекрасных игрушках, хендмейт игрушках. Как вы к этому пришли? Как появилась идея создавать вот такие игрушки ручной работы? Так, ну, давайте сначала я их представлю. Игрушка, эко-игрушка, деревянная игрушка. Вообще я их называю, любя, живые игрушки, сказочные игрушки. В первую очередь полководец, человек, для меня человек, для меня герой, который был создан первым, и тот, который ведет всех последующих героев своих, это щелкунчик. Щелкунчик, благодаря которому начался проект под названием «Дюш Орлей», о котором я могу рассказать немного погодя, так как это очень интересно. И все игрушки, они, и сам проект идет через призму сказки, которую некогда я написала еще ребенком, но во взрослом возрасте я решила ее воплотить в жизнь и нести, делать не только для души этих героев, но и помогать с их помощью деткам, болеющим и выручим себя со страшным недугом, имя которому рак. И это первая игрушка, которая как раз-таки стала полководцем, то есть щелкунчик, который разгрызет любой орех, который не подвластен человеку. Последующая игрушка, которую я сейчас беру, она ближе ко мне оказалась, это гусыня Гага. Я люблю называть каждого своего героя каким-то новым названием, именем, иногда придавать тень юмора. Почему бы не Гага? Гага, да? Гага. Это весна, и мне кажется, это тот герой, который ассоциируется в первую очередь у меня с весной, с уютом, с возрождением, с такой женской грацией. Ангел. Ангел в каждой вере, в каждом вероисповедании есть такой герой добрый, как ангел. Человек верующий или нет, все равно в моей душе знает, что у него есть ангел-хранитель, который его хранит. Поэтому без этого героя я никак не могла обойти свое творчество. Это последний Геральт, кролик Геральт. С колокольчиком, да? Да. Он был сделан специально для оповещения приходящей весны. Геральт – это официальное лицо в государстве, которое оповещает о важных событиях того или иного царства государства. Поэтому вот он у меня такой, с позвонком. И хочу заметить, они очень тяжелые игрушки. Это дерево. Это дерево, конечно. Это настоящее дерево, покрыто красками, расписано сердцем и красками, которые экологически чистые, настоящие. То есть, если даже ребенок возьмет, облежет, поиграет, это не останется ни на руках, никакого вреда не принесет ребенку, потому что краски, повторюсь, экологичны. Для меня это крайне важно, потому что зачастую покупают не только коллекционеры эти игрушки, как декор домой, да, или как антураж, щелкунчик, предположим, к Новому году. А есть маленькие игрушки, такие, которые коллекционируют или именно в маленьком размере детки, либо взрослые детки, которым далеко уже за 18, но они ощущают себя на 5 с плюсом. И это кролик, который был посвящен, сделан и посвящен моей младшей дочери Мишель, потому что она безумно любит кроличат. Вот, и вот такая милота получилась. Для меня это маминое объятие, конечно же. То есть, это как арт-терапия, да, можно назвать сейчас популярное это слово? Многие пробуют, даже, может быть, справляются с какими-то своими негативными мыслями и проблемами. Что такое арт-терапия? Это ведь состояние души, это, я не люблю это слово, арт-терапия, я больше его использую как урок здоровья. С помощью творчества, да? Конечно, и это не обязательно задание игрушек или роспись каких-то фресок, или же кончарное искусство. Это могут быть и танцы, и написание сказки, и чтение какой-то книги. То есть, то хобби, которое приносит вам удовольствие. Арт-терапия, урок здоровья, это прежде всего добрые эмоции, настроения, которые ты получаешь во время процесса. То есть, это своего рода волшебство. Я не договорила вам эти игрушки, они создаются через призму сказки, и та девушка вымышленная, имя которой Дюша Орлей, которая это создаёт, живёт в своём снежном замке, создаёт и делает их во благо ребятам, была создана также мной, потому что вера в чудеса живёт в детстве, и хочется, чтобы эта вера, волшебство, вера в чудо, вера в добро, проникалось и взрослым. Так как некогда сказал Олег Рой в своей одной из книг, порой взрослые нуждаются в сказках больше, чем в детях. И посему эти игрушки создаются через призму сказки, и арт-терапия, которую также я провожу с недавнего времени, тоже идёт через призму сказки. А вот скажите, часто ли вы рисуете со своими детьми, и как вы думаете, нужно ли родителям рисовать, заниматься арт-терапией или каким-либо творчеством вместе? У меня трое детей, старше уже 18, скоро будет второму, 14 на днях исполнится, а Мишенке младше ей 4 года. Конечно же, тот, кто помладше, любит рисовать больше всего. Она любит всё и лепить, и резать, и плясать, и танцевать. В общем, самое главное — родителям заметить это. То, что приносит их ребёнку, их чаду удовлетворение, приносит радость от того, что они созидают. Потому что я считаю, что в каждом из нас, мы все разные, но в каждом из нас заложен волшебный этот ключик созидания. Да, есть из нас те, которые любят ломать, уничтожать, но всё равно это какой-то надлом души. И большая часть из нас живёт тех, которые создают. Так вот, родители как раз-таки — это те наши ангелы, те наши крылья, которые должны увидеть вовремя тот лучик в душе ребёнка, который светится от того или иного его хобби. И всячески поддерживать. Да, конечно, это очень обязательно. А когда родители не только это замечают, подмечают, способствуют тому, чтобы ребёнок этим увлекался и работал, творил, плюс к этому садятся рядом и делают что-то общее, это, поверьте мне, намного важнее. Всяких разных подарков, обычных диалогов и необычных, самых задушевных. Потому что в деле ребёнок раскрывается, особенно в любимом деле он раскрывается. То есть какие-то свои переживания рассказывает, делится какими-то проблемами. Ребёнок может и не раскрыться, по крайней мере, в первый раз, во второй раз. Но потом он почувствует, что с ним сидит соратник, который разделяет с ним его интересы, заинтересован в том, что он делает и что чувствует, ребёнок, конечно же, раскрывается. И тем самым вы воспитываете в себе друга, самого главного друга своему ребёнку. А это самое главное для нас, родителей, чтобы завтра наши дети были нам, друзьями. Конечно. То есть препятствовать творчеству ни в коем случае нельзя. Конечно, нет. Да я уверена, родители, как только сядут, они вспомнят себя в детстве, каковы они были. И вообще, я думаю, что нужно раз в месяц, как минимум, обозначить один день, назовите его семейным днём. Сядьте и сделайте то, что вы хотите. Я говорю, вы можете пойти вместе на танцы. Это будет так весело, так задорно. Вы не умеете танцевать. Но станцуйте так, как вы можете от души рисовать. Возьмите всё, что вот есть под рукой. Уголёк, мелок даже, как это раньше наши бабушки рисовали за неимением. Того ассортимента, который сейчас есть. По доступным ценам можно приобрести в магазинах карандаши, фломастеры, краски, кисти. В общем, говорите. Главное начать. Главное начать. Конечно. Состояние души. Вот что. А так, я вам говорю, здесь и вышивание, и гончарное дело, и тоже кальпростроение. В общем, к чему душа потянет? А там уже вы поймёте, ваше или не ваше. В психологии есть такое понятие, как ОВД. Сокращённо, это остановка внутреннего диалога. Вот по себе могу сказать, и по тому опыту, который я проводила среди ребят, как взрослых, так и детей, появляется эта ОВД, остановка внутреннего диалога. Человек, погружающийся в любимое дело, в дело, которое ему интересно, останавливает свои внутренние диалоги. То есть он прекращает думать о тревожных мыслях, о тех переживаниях, которые его гнетят в тот момент, когда он занимается любимым делом. Это и есть арт-терапия, это и есть урок здоровья. То есть смысл в этом, чтобы успокоиться, справиться с какими-то своими проблемами, также тревожными мыслями, вот как вы сказали, переживаниями. Поэтому такой простой, доступный способ, как можно улучшить даже своё настроение, своё внутреннее состояние. Не рассказывая кому-то, что такое арт-терапия, не рассказывая кому-то, даже самому себе, что ты не можешь объяснить, откуда эта тревожность, или переживания с детства, о которых ты забыл, но они в тебе остались, это всё выливается на бумагу. То есть арт-терапия — это что-то неосознанное. Ты не рисуешь определённый пейзаж или определённую какую-то фигуру. Нет, ты рисуешь то, что у тебя внутри. Ты используешь краски, за которыми потянулась у тебя рука. Это настолько всё тонко, но ты это прочувствуешь, как только возьмёшь в руки карандаши по мастер-кисти. И самое главное — это состояние души, которое ты испытываешь. То есть да, это раскрытие самого себя, это творческий потенциал, это расширение фантазии, это успокоение и понимание того, что тебе хорошо в те минуты и часы твоего созидания. Надежда, большое вам спасибо. Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться, узнать много интересного и полезного об арт-терапии. А сейчас я предлагаю вам провести арт-терапию с нашими прекрасными юными телеведущими. Я уверена, им понравится. Большое удовольствие. Спасибо большое. Всего всем доброго. И увидимся на мастер-классе. Не переключайтесь. Здравствуйте. Сегодня весенний мартовский день. Я и наши гости Елина и Елисей решили провести не просто так, а провести с пользой для души, для дела. Это мастер-класс через арт-терапию. И так как сейчас весна, арт-терапия посвящена весне. Поздоровайся, пожалуйста, Елечка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елина. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. И учишься ты, наверное, в классе? В четвертом. В четвертом. А Елисей? В шестом. В шестом. Вот такие вот у нас сегодня герои. Вы готовы? Да. Приступаем? Да. Давайте. Итак, как я сказала, сегодня у нас арт-терапия, мастер-класс посвящен весне. А символ весны – это птица. Так же, как и символ свободы. Поэтому я предлагаю вооружиться карандашами в первую очередь. Пожалуйста. И приступить к работе. Открываем водичку. Я пока ее открывать не буду, воспользуюсь вашей, если вы не против. Так, руки готовы? Или поработаем немножко? Помните, как в первом классе? Вот так вот. Все, вам нужно стресс-то сбросать. Так. Так, можем как птички полетать. Да? Свободен, свободен. Молодцы, ребята. Так, стряхиваем. Смотрите, у нас есть два этапа, с которого мы можем начать. Точнее, вы можете его выбрать. Вариант первый. Либо мы наносим сейчас эскиз, который вы хотите, либо же начнем без эскизов, и так даже оно интереснее. Фантазию включим. Итак, кисти у вас уже в руках, да? У нас есть кисти, чего нету? Красок. Красок. Верно. Итак, начинаем мы с моего любимого цвета. Это белый цвет, королевский цвет. Это самый чистый цвет, который только есть. Это краска, а точнее, грунт, с которого мы начнем, с которого вообще начинается абсолютно любая картина. Итак, к вам на палитру я наливаю грунт, белый грунт. Вы, в свою очередь, берете кисти и плавно наносите на своих птичек. Мы делаем основу, белую основу. Берем, не жалеем краски, не жалеем грунта. Наносим обильно. Даже, знаете, как можете, первый слой мы можем растянуть краску, как было так, да? А второй уже наносить, как будто это перышки. Смотрите, дадим объем вот таким вот образом. Но для начала, сначала просто делаем основу. Грунтуем. Дерево обязательно нуждается в грунтовке. Иначе, если бы вы нанесли просто краски, дерево бы впитало эти краски. И цвет красок был бы пожухлым. Вы знаете, чем отличаются масляные краски от акрилов? Чем? На деле, если вы будете на грунтовой, заранее, загрунтованной заранее поверхности наносить акрил, ваши цвета останутся такими, которыми вы наносили их во время использования. То есть, когда они высохнут, они будут такими же, как мы наносили в тот момент. Но, в отличие от акрила, масляные краски, они будут пожухлыми. Поэтому художники, рисуя, используя точнее краски, материал, они должны учитывать каждый момент, чтобы увидеть наперед готовый вариант. А какие ваши любимые птицы? Снегирь. Снегирь? Кстати, Елисей, у вас снегирь. Я решила его сделать, потому что зима прошла, начало весны. Мы провожаем зиму и встречаем весну. А у вас? Да, все мои любимые птицы. Все, все. А кто попался из птичек? Тоже снегирек? Снегирь. Или это соловьи? Соловьи. Соловушка. Соловьи это одна из любимых моих птиц. Так, ну смотрите. Моя птица почти готова. Как ваша. Я нанесла несколько слоев. Теперь вы можете периодически поддувать. Для того, чтобы она быстро высохла, что мы делаем? Создаем ветер. Вот так. Да? Да. Да. Смотрите. Мы можем уже остановиться, потому что чем больше мы слоем нам несем, тем дольше она будет сохнуть. Птичка наша, да? Я предлагаю вам на поверхности уже остановиться на этом этапе. Пока она сохнет, мы периодически дуем и не отпускаем из рук кистей, прокрашиваем ребрышки. Красота должна быть везде, в каждой детали. Какие ваши любимые цвета, ребят? У меня есть синий и фиолетовый. Синий и фиолетовый? Да. Выборки очень цвета. А у меня синий и красный. Синий и красный. Интересно. Кстати, если мы смешаем синий цвет и красный, какой цвет получится? Точно. Точно. Вообще, цвета они имеют свои секреты. При ознакомлении с ними ты узнаешь очень много нового. И исходя из того, если ты знаешь, какой цвет любит твой друг, ты можешь знать наперед, какой он человек по психотипу. Мне сейчас очень интересно будет увидеть, какие цвета вы будете использовать при окрашивании ваших птиц. Вы можете использовать нестандартные цвета. Если вы выбрали себе снегиря, не обязательно выбирать цвета снегиря. Весна. Давайте удивим наших шимкенцев, жителей нашего солнечного города, птицами, которые благодаря вам навестят наш город. То есть выберем те цвета, которые мы хотим, которые живут в нас. Это даже интереснее будет. Согласитесь? Да. Вот. Так что забываем, какой бывает снегирь и создаем своего собственного снегиря. Хорошо? Для этого мы сегодня здесь. Не для того, чтобы делать что-то по шаблону, а делать то, что хотим мы сами. Вы можете даже закрыть глаза, представить, увидеть себе то, что вы хотите, то, что вы чувствуете и нанести. Нравится рисовать? Да. А что больше нравится? Лепить, рисовать, резать, плить, вязать, вышивать. Рисовать. Я не знаю ни одного ребенка, который бы не любил рисовать. Не сдуй краску. Сколько в радуге и цветов, знаете? Молодцы. А вспомните по очередности их правильно? Каждый ходит желудочный тишинец, да? У меня отличники. У меня на занятиях отличники. Итак. Приступаем. Наливаю разные цвета. Наливаю понемножечку. Пока дуем. То, что перед вашими глазами, точнее то место, куда я наливаю краски, простонародные называют тарелками. Но художники это называют палитра. Палитра для художника это самое красивое полотно. После того, как он сделает картину. Я объясню вам почему. После того, как мы это все сделаем, вы увидите, насколько ваша палитра будет уникальна и повторима и красива. Берем хисточки, берем те цвета, которые вам нравятся, не задумываясь. Вы можете сделать все ее одним цветом, но в природе такого не бывает. Ворона даже черная, но у нее несколько оттенков. Сизый, гранитный цвет, глубокий черный, блестящий черный, который переходит уже в блеск. Это значит белый цвет. Поэтому берем любые цвета, два клювения и пишем. Возможно, будет какая-то ваша птица, которая будет символизировать флаг какой-то страны. Почему бы нет? Или именно весну в том понимании, в котором вас живет она, в котором вы воспринимаете. Для меня весна — это также возрождение, это что-то новое, зеленое. Даже выгляжу я сегодня, видите, и антураж, который вокруг нас, зеленого цвета. Итак, берем, меня не ждем. Я после вас приступлю. Но самое интересное, я с вами могу поделиться, это когда сейчас у вас будут каникулы. Вооружитесь, пожалуйста, халтом, баночкой с водой, разными размерами кистей, акрилом и масляными красками. Я неспроста спрашиваю это. Я вам расскажу один секрет. Я люблю этим заниматься с детства, потому что это расширяет фантазию и создает картину, которую вы даже не знали, что она получится. Но пока рисуете, я вам расскажу, что это. Вам задание будет надо. Предположим, что это холст, который вы уже загрундовали. Какой-то краской, да? Грунтом. Загрундовали. Она у вас высохла. Вы берете одну очень густую кисть, предположим, это кисть, смачиваете, обильно наносите воду так, чтобы даже из нее стекало. Берете палитру, как сегодня мы с вами ее взяли, разлили на тарелочки и наносите разными движениями, брызгами, точками, мазками. Акрыл. Так как полотно у вас было мокрым, вы начинаете играть в полотно. Вы можете делать его, вы можете делать его быстро, вы можете делать медленно, только вы захотите это. От этого будет зависеть, какой рисунок будет у вас получаться. Вы можете переворачивать с ног на голову его, брать другую краску, смешивать, оставлять на какое-то время высохнуть. Есть еще у художников такой инструмент, как мастихины. Это лопаточки. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, я вам расскажу и покажу их. И вот мастихины уже той картине, которая получится у вас, дождевая ее обычно звать, потому что здесь получится что-то, как в одном царстве, знаете, смешение цветов, красок, теней. Когда это подсохнет, и вы увидите, переворачивая свое полотно, что-то свое, птичий базар или, возможно, сад из цветов, выберете мастихины. Берете уже масляные краски. Наносите масляные краски в любое место, точками. И мастихинами, это вот такая лопаточка, ребят, смахиваете, вот так растягиваете. Хотите вот так, хотите так, хотите совсем немножечко, либо более удлиненный стеж. И у вас получится своя картина, которую вы оставите на сутки. Отдохнуть, высохнуть, а придя к ней, поповорачиваете листок и увидите что-то новое. Потом нужно носить контур, и у вас получится картина, которую вы должны предполагать, что рисовали. Увидите, что вы весьма удивите ни одного художника этой техникой. Итак, у меня птица уже готова. Как у вас? Ну, тоже. Итак, подошел наш урок к концу. Мне хотелось бы, чтобы мы показали ребятам по ту сторону экрана, что мы сделали. У каждого птица получилась своя. Если вы увидите этих птиц в городе, не удивляйтесь, а знайте, что это от меня, Надя, птичка-синичка залетела к вам на подоконник, Елисея и Эвелина. Запоминайте. Я, в свою очередь, хочу ребятам еще раз поблагодарить за то, как мы здорово провели время и подарить вам подарки. Любите подарки? Да. Точно? Вот это мне нравится. И так как мы сегодня занимались творчеством, подарки будут тоже своего рода творческими. С этим же умыслом. Итак, два абсолютно одинаковых Елисея. Это вам. Еще раз большое спасибо за проведенное время. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Вам тоже спасибо. Потому что самое главное, для чего мы здесь собрались, чтобы получить удовольствие. Да? Спасибо большое. А это уже на вашу усмотренную делиться, что там или нет. Спасибо большое за проведенное время. Мы обязательно будем прислать, будем вместе проведать время. Средители на этом золотые слова. Родителям очень привет воспитали замечательные детей, которые слушают, слышат, ну и творят вот такую красоту. Да? Да. Я очень рада. Увидимся в следующий раз. Высший педагогический колледж Шимкента около 20 лет предоставляет образовательные услуги в сфере технического и профессионального после среднего образования по профилям. Образование, право, экономика, сервис, управление, искусство и культура, информационно-коммуникационной технологии. Обладает квалификациями прикладного бакалавриата. Имеет широкий опыт международного сотрудничества с организациями образования стран Европы, Азии и стран Содружества. Высший педагогический колледж Шимкент. Продолжение следует... Продолжение следует...